Рожь, это если вы пришли сюда писать фронт, например, на JavaScript или знаете TypeScript немного, то и хотите написать какую-то простую логику для бэкэнда, можете взять AssembleScript, потому что синтексис у него полностью копирует TypeScript. За исключением того, что множества фичей в TypeScript нету, например, нельзя работать JSON так же, как вы работаете с JSON из браузера, и подобных вещей. Плюс он очень молодой, поэтому можно натыкаться на баги, но если заинтересует, можете со мной разговаривать, я вам с этим всем помогу. Ну, внизу пример синтексиса, он похож на TypeScript, нечего сказать, все да. И как начать с ним работать? У нас есть специальные темплейты, то есть все, что нужно, это NPM, вызвать одну функцию, создаст вам проект, в котором уже можно будет писать. Будет входная функция, индекс, функция, входной файл индекс.ts, в котором будут инициализированы allocate, allocate, invoke. Там можно ничего не менять, просто открыть файл main.ts, который передается в этот индекс.ts. И все то же самое будет, принимается строка, возвращается строка, реализуется логика. Из полезного, что вам может понадобиться, это JSON-парсер, который примитивный очень, но можно пользоваться. И, естественно, примеры тоже, тоже DASGAME написан в том числе и на AssemblyScript. Можно посмотреть, взять тот же routing, посмотреть, как JSON-парсером пользоваться, и что-то простенькое написать. У нас поддерживается такая штука, как мультимодульность. Это означает то, что можно соединить несколько вас модулей между другом. Например, есть какой-то модуль написан на Rust, есть какой-то модуль написан на самой скрипте, и их можно сложить вместе и засунуть в Appluence, и это все тоже будет работать. Главное, чтобы был один модуль без имени, и у него были реализованы три метода. Allocate, Dialocate и Invox, соответственно. На данный момент у нас есть возможность добавлять модули, которые написаны, например, на Rust, в модуль, который написан на AssemblyScript. А это самые, членки памяти у них будут один большой или разные? Членки памяти у них будут разные. Поэтому, допустим, очень удобный Flow, Flow, это все связанное с чисткой памяти отдавать на Rust, потому что там это все автоматически делается, а логику написать на AssemblyScript и на Dialocate просто чистить там полностью память, и все, и не заботиться ни о чем. Вот у нас есть два модуля, написанных на Rust. Это, соответственно, база данных Clamodb, о которой уже много раз говорилось, и еще проверка подписи. Проверка подписи, она тоже достаточно примитивная, но можно пользоваться, если нужно. И все, что нужно, это добавить dependency for backup.json и, естественно, пользоваться уже из-за AssemblyScript. Да, и тут кратко написано, как этим пользоваться. Во-первых, есть некоторые сложности с импортом, потому что в AssemblyScript поддерживается обычный импорт из LabModules, поэтому нужно импортить целый файл. Ну и потом пользоваться, то есть тут заимпорчена query, и вызывается query, там вызывается сквейзапрос из базы данных. Соответственно, как я уже сказал, все модули складываются в одну папку и также заливаются в IPFS. Там все немного сложнее, нельзя это сделать через наш дашборд, но если кто-то этим будет заниматься, то я вам с этим помогу. У нас есть клип, в котором написано Rusty, и в нем продублируем весь функционал дашборда, и там еще есть дополнительные функции, если вдруг захочется с этим поиграться как-то более изнутри. То есть там можно отдельно паблишить приложение, отдельно регистрировать моды и все подобное. Также есть примеры мультимодульности. Они находятся там же, где находятся все остальные примеры. Это flus.lab.slash.tutorials. Там пара примеров, как используются мультимодульности из AssemblyScript, и вызываются методы RustModule. Так, с backend частью мы закончили. Какие-то вопросы по мультимодульности или вообще еще какие-то вопросы? А вот это вот у вас написано. То есть ты в твой модуль подключаешь базу данных вместе с SQL? Да. То есть проще, если хочется использовать базу данных, она уже написана, а допустим, свой код хочется писать на какой-то другом языке. Так, frontend часть. Ну, в целом, все просто. Просто добавляйте до памяти, это Fluence, версия 0126. Это все продублировано в Telegram-канале. То есть мы сейчас по окончанию, кстати, наверное, кинем всю эту презентацию, ссылки там будут доступны, и все это то, что будет доступно. И список ссылок, в котором есть все темплейты и прочее, которые уже кинули в Telegram-канал. Необходимые данные, о них рассказывал уже Алексей. Это нам нужен адрес контракта, адрес ноды эфира. Если у вас есть метамаск, то адрес ноды эфира можно использовать, можно работать через метамаск, который должен быть подключен к линке BIM. И самое главное, это вам нужен будет AppID. AppID вам дается, когда приложение деплоится в Fluence. То есть через тот же дашборд вы деплоите приложение, вам дается AppID, вы его запоминаете, и им уже можно пользоваться. Вопрос такой. Я чуть наговнокодил, залил, у меня AppID 22. Я могу перезалить это, если я чуть-чуть исправил? Во-первых, позже я расскажу, как откладывать код так, чтобы не заливать его в систему. А если он наговнокодил, то на данный момент у нас нет удаления через дашборд. Нужно создавать новый. Можно сказать нам, чтобы мы удалили старый, чтобы он не задевался. Это сделано, потому что у нас общий ключ для всех. Если дашборд и кнопочку delete оставить, то все на нее нажмут. И если очень надо, можно будет потом вам дать клей, через клей удалять непосредственно свои приложения. Установка соединения. То есть мы просто импортим в Fluence как в Fluence. Нам нужна некая сессия. Сессия создается через Fluence.contact. Передается все данные, о которых я рассказал в прошлом слайде. Адрес контракта AppID и адрес эфира, если нужен. И это асинхронная функция, потому что запрос идет через смарт-контракт, чтобы получить IP-шники всех нод. Вот создание сессии. Потом, чтобы запросить и получить результат, запросы результатов делаются в session.request. Передается туда строка. И это все передается на ноды. Потом, чтобы получить результат, если он нужен, так как, как Алексей говорил, у нас работа через Tendermint, у нас получение результата синхронное, потому что Tendermint пока генерирует блок. И мы полингом спрашиваем, готов ли ответ. Когда он готов, он приходит сюда. Поэтому нужно дополнительно вызвать, ну тут немного татологии, из-за результата нужно вызвать метод result. И чтобы получать строка сделать S-string. Если вам нужен Hex чистый, то не нужно делать S-string, а у вас будет Hex. Вот примерно такой flow получается. С чего можно начать? Это у нас опять же есть темплейт в виде Hello World на GitHub. Ссылки опять же продубрированы все. Там засунут этот пак сразу, и можно сделать npm run start, у вас запустится все это в браузе, и вы можете на ходу это все время. Это не обязательно, если у вас есть больше каких-то, ну свой опыт и свой flow о том, как начинать проект в JS. Пожалуйста, вы просто touch-te-dependьтесь с клиентом и им пользуетесь. Вопросы по фронтенду? Нет опросов. Отлично. Теперь, как это все отлаживать? Как говорил Миша, и как не говорил я. Потому что в основном рескрипте тоже можно вызывать лодзер, как и в RASTE. И, соответственно, единственное, что сейчас можно делать, это везде, где нужно, добавить логов. И потом можно их отлаживать, отлаживать локально. Да, зачем это нужно, я уже объяснил. Для того, чтобы свой модуль не заливать в систему, а быстренько и локально это делать, это уменьшать количество операций, нужно для того, чтобы посмотреть, что ложку делает по факту. Для этого у нас есть докер. Тут очень мелко написано, но, опять же, это продублировано. В телеграме все будет. Это докер-контейнер, в котором обрезано все, нет тендерминта, нет, стоит машины, ничего нету, есть только прием формата, который отправляет наш клиент. и возвращение результата, соответственно, и также написание логов в этом контейнере. То есть вы запускаете контейнер, передаете туда свой модуль, запускаете свой фронт-энд код, если он у вас есть, и смотрите, он у вас должен быть, да, и смотрите на результат, который получается. Для этого на клиенте нужно вызвать уже не коннект, а директ-коннект, чтобы он непосредственно подключался к адресу, а не входил в контракт. Да, с этим, наверное, все. Да, также есть полезные ссылки, ну, по отладке есть какие-то вопросы, может. Все понятно? Отлично. Вы используете смотреть логи и контейнеры? Да, да. Запускается он, передается путь к своему бас-модулю, который вы должны сбилдить. Перед этим, если вы там специально растите, сбилдить бас-мпод или на чем-то еще. Да. Так, а как к нему подключиться в любом? Порт 30 тысяч, и все. Вот снизу написано, как подключаться. И это будет сейшн? Да, это будет сейшн. Ну, естественно, можно напрямую кидать htp-запрос, только нужно узнать формат, формат будет в телеграм-канале тоже продублирован. Есть у нас документация, написанная, я скину отдельно с вышки. Да. Ну, если вы хотите пользоваться не джаваскриптовым, а чем-то еще, если вы хотите написать клиент на питоне или на чем-то еще. Список полезных ссылок я уже вкидал в телеграм-канал. Здесь есть наша документация и квикстарты, с которых можно начать, с которых можно более подробно понять, как начать писать на всем, что мы перечислили до этого. Также есть ссылка на дэшборд, все туториалы, о которых мы говорили с нишей, и там даже их больше, они все в целом понятно и именованы, но если будет вопрос, спрашивайте, конечно. И тимплейнты по фронтенду и по бэкэнду, с чего можно начать, а также у нас снизу список, как отлаживать, там продублировано, какой контейнер, как его вызывать и как имплазировать. Да, это я уже сказал, что все полезные ссылки есть в телеграм-канале. И может еще какие-то вопросы есть к Миши или ко мне дополнительные. Если нет, да. На самом деле нет, то есть есть ограничение это на секцию интро, что там ничего не было, кроме логера. Если это все, то я передаю слово опять Алексею, он продолжит все. Да, ну да, лучше в бинарном формате ваш, наверное, на вас.